Аплодисменты В окончании у нее появится опыт и она сможет поступить в театральный институт, но мечта не осуществилась. Отучившись на вечернем отделении библиотечного факультета два курса, Таня бросила институт и поступила в школу-студию при петербургском мюзик-холле, которую тоже не окончила. С тех пор Таня стала петь, чем занимается и поныне. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. А у вас есть образование? У меня образование... Ну, вообще, я считаю, что все не закончено, это значит нет. В принципе, не закончено и выше. Ну, как два курса всего. А почему вы бросили? Тоже потому, что пели, гастроли? Да. И там история такая, что я на самом деле учиться... Ну, как, не то, что я любила учиться, просто, наверное, воспитание родителями такое дали, что я обязана была учиться. Я не могу сказать, что мне очень нравилось учиться в школе. Я ходила как с повинностью какой-то. Я должна была ее закончить. Должна была закончить 10 классов. После 10 классов я должна была поступить в институт. Ну, то есть какая-то была схема определенная. Вот. И так получилось, что я в институт поступила, но абсолютно на нелюбимую, как бы, специальность. На какую? Библиотека-библиограф. Угу. Ну, наверное, такая у меня вот... А зачем на нелюбимую? То, чтобы просто вот этот диплом получить? Ну, как-то вот высшее образование, да, не знаю, наверное. Вообще-то, изначально я поступала на факультет и сутокультуры, вот, Антон, я в Питерске, да, в Питерске училась. На факультет что-то там, ну, связанное с... Не с библиотечным, а второе, я забыла, как он назывался. Хоровое отделение. У нас был факультет эстрадного мастерства и художественной коммуникации. Ну, вот я, нет, я, по-моему, организация массовых праздников, но... Чего-чего? Художественной коммуникации? Художественной коммуникации? Вот я не понимаю, что это так. Я тоже не понимаю, что это так. А у вас была организация массовых праздников? Да. Ну, по счастью, я считаю, что я не поступила, потому что на первом же экзамене я... Во-первых, я пришла с гитарой вообще. Ну, я думала, что с культуры, как бы, там, вот, близко очень. Вообще у меня была схема определенная. Я всю жизнь мечтала быть актрисой, причем драматической. Петь я, как бы, никогда не думала профессионально. Я думала, что... А я была застенчива такая очень. Я думала, что я поступлю сначала в институт культуры, туда легче, меньше курса, как бы, в общем... Вернее, меньше... Как это сказать? Конкурс, да. Его заканчиваю, у меня будет какой-то багаж такой, я не буду так волноваться, там, как бы, вот, не буду так и зажатой. Поступаю в театральный институт и, собственно, получаю профессию, которую мечтала. И вот на первом практическом экзамене мой вот этот план гениальный, он рухнул, потому что я получила билет, как сейчас помню, организация праздника «50 лет заводу». Вообще не понимаю. Но там люди уже шли... Организация праздника «50 лет завода»? Ну, да, юбилей завода. Ну, что-то вот, и как я, как режиссер, что это могу организовать. И что вы ответили? Я, честно говоря, не помню, что написала, но я так думаю, что какой-то бред, наверное, потому что я после школы, после 10 классов учебаю, как бы, вообще не понимаю, куда я пришла. У меня была, честно говоря, истерика, что не осуществилась мой, как бы, первый этап, моего плана. Потом я так подумала, где-то думаю, ну, и успокоилась, ну, ничего, год я поработаю просто. То есть так, чтобы просто где-то никуда, это даже об этом речи быть не могло, я должна была. И не поступила, но еще должна пойти на работу. Вот я поступила на работу. Почему, собственно, библиотечная возникла все это? То, что я стала работой библиотекарем военно-морской академии. Ну, собственно, вот, как бы, работой там я поступила на библиотечный факультет. Я была такая счастливая, когда я стала студенткой, вы не представляете, просто мы с мамой шли по Невскому, я студентка, встретила каких-то одноклассников своих, я студентка, вот само это название. И после первого дня занятий, когда нужно было учиться пять лет, я, помню, вышла, думаю, боже мой, пять лет. Это совершенно не моя область, это просто ужасно тяжело. Но, тем не менее, все-таки, наверное, природа взяла свое, и мне кто-то, я уже не помню, кто, мне посоветовал, что так, как я как-то все время что-то пела, там что-то, какие-то, не знаю, хотя певица я не хотела быть вообще, я хотела все-таки быть актрисой драматической. Мне сказали, что есть такой вот в премизиколе, в петербургском студии, где, значит, там вот, ну, по крайней мере, какой-то шаг вот к тому, о чем мечтаешь. И я, как бы, ну, так немножко пошла на хитрость, в общем, потому что меня с работы отпускать не хотели, с института, вот, тоже я, в общем, не знала, вдруг, как бы, примут, не примут. Но в итоге меня приняли, я поставила всех перед фактом, что все, я буду учиться в своей любимой профессии. Но так сложилось, что год, проучившись в студии в этой, я даже не год, а, ну, да, год почти, познакомилась с ребятами, вот, с Колей Тагрином, которая сделала группу «Летний сад». Создавалась тогда она. И уже пошли первые какие-то такие, ну, гастроли, конечно, смешно было назвать гастроли, но, тем не менее, да, выступления. А вот, как в театральных институтах, почему-то, вот, как Ликова говорили, ну, нельзя было. И вообще, в принципе, вот, заниматься по профессии, подрабатывать или что-то там еще делать. И уже тогда начались сложности, потому что какие-то, ну, там, съемки какие-то где-то, кто-то там увидел что-то. Либо учиться, либо работать. Да, и я просто стала перед выбором, мне очень было сложно, на самом деле, тогда вот, как бы... То есть бросили вы учебу? Я бросила учебу, да. Жалеете или нет? Честно, честно, нет. Вообще, на самом деле, наверное, в жизни нужно просто расставить какие-то, ну, как бы, приоритеты, цели. Либо ты хочешь получить высшее образование просто вот, ну, для себя. Ну, есть такие люди, которые любят учиться, которые любят получать постоянно знания, им не хватает этого. Вот. А есть какие-то, допустим, получить образование, чтобы стать кем-то. Допустим, допустим, хирургом. Ну, вот я, кстати, ну, вот с молодым человеком не согласна, что все-таки... Хирургом по интернету, правда? Ну, как-то я бы не хотела к такому хирургу. Ну, нафиг раз. Учается буквально. Я думаю, что, ну, вот, судя по мне, наверное, правильно. Вообще, вот говорят, а что вот пройдет 50 лет? Ну, а можно подумать, что когда он получит образование там какое-то такое солидное, он будет потом 50 лет, он просто будет отбывать повинность. И это будет несчастный человек. Просто, ну, допустим, у меня был бы вот этот диплом. Антон хотел сказать корочка, но... Я хотел сказать корочка, но он не очень любит это слово, поэтому я решил правильно сказать. У меня было там записано хореограф, балетмейстер. Понравился я, на самом деле, так. Ну, и что диплом? У меня этих товарищей, которые с дипломами, которые доучились, вообще никто. Нет, я вообще, кстати, я хочу... Давайте акценты расставим, друзья. Не нужно агитировать всю страну, что всем обязательно надо... Их форма образования. Не обязательно у каждого человека имеется планка этого университетского образования МГУ Мехмат или же, вот как вы сказали, Бауманское и так далее. Понимаете, есть у человека установка, что вот он хочет закончить какой-то колледж, он хочет типа ПТУ, стать профессиональным строителем, которые нам на стране очень нужны. В вашем случае, мне кажется, но если, конечно, на библиотечном факультете вам не хочется учиться, ну, зачем вам действительно пять лет там проводить время? А знаете, что, расскажу вам. Поэтому лучше, мне кажется, конечно, было бы посоветоваться, как-то найти возможности. К сожалению, это интересная вещь. И, в общем, сдаешь школу. Да, мне, знаете, такое, допустим, когда вот я, ну, просто я уже о своей профессии не говорю, говорят, там, кто-то, я пошел, хочу петь, пошел учиться петь, там, допустим, или я вот пошел учиться балет. Я не понимаю, если, вот я в жизни, ну, я там танцую, так как бы, ну, допустим, чтобы я пошла учиться на балерину, ну, вот меня учи хоть 20 лет, то мне хоть, извините, где-нибудь, я не знаю, но я все равно не буду балериной. Если у меня будет диплом, я буду слышать, я, вы знаете, буду знать язык какие-то, но это не будет, я смогу потом передать, наверное, опыт, то, что я научила, но балериной стать я не могу. Что, 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 извиняюсь, а вот консерватории, вот, нужны или не нужны, например? Нужны, конечно. Если талант дан, его еще как-то огранить. Ну, многие имеют высшее образование, но, я уверена, они не поэтому добились таких высот, а все-таки изначально, вот, внутренний какой-то стержень... Ну, видимо, внутреннее, что-то внутреннее подсаживало образование, и они стали такими крутыми. Хотя, например, я вот не очень понимаю, какое я могу получить высшее образование в своей области. Ну, вот, правда, это не понимаю. Таня, а сколько лет вашему сыну? Сыну 13. Вы его отдали в простую школу или в какую-то специальность? Я отдала в школу, искала такую школу с английским углом, с углубленным изучением английского языка. Платите деньги за это? Нет, она такая... А вы хотите, чтобы он получил высшее образование? Или как получится? Вы знаете, я... Захочет быть танцором, как Антон, пусть танцует без высшего образования. То есть я бы хотела, чтобы он получил то образование, о котором он мечтает. Те знания, наверное, которые бы он потом мог воплотить в жизнь, и потом, как бы, принести пользу себе, своей семье. И о чем он мечтает? Пока... Ну, я себя помню в возрасте. Я тогда мечтала ни о чем себе. Даже еще, по-моему, актрисой не мечтала быть. У него пока только вот компьютер, как бы, что-то... Ну, могу сказать, что он больше гуманитария. Хирургом, наверное, будет. Может, помочь. Таня, а... У меня там, где было денег, поэтому я ничего не закончила. Спасибо. Я была такая счастливая, когда я стала студенткой. Вы не представляете. Просто мы с мамой шли по Невскому. Я студентка. Я встретила каких-то одноклассников своих. Я студентка. Само это название. Чтобы я пошла учиться на балерину, ну, вот меня учи хоть 20 лет. Так, хоть, извините, где-нибудь, я не знаю. Но я все равно не буду балериной. А вот консерватории, вот, нужны или не нужны, например? Нужны, конечно. Ну, многие имеют высшее образование, но, я уверена, они не поэтому добились таких высот. По-другому у нас при советском... Вокал уйдет в историю вдруг. Берут не документы, а человека. Ну, как это... Правильно, правильно, это верно. Они берут человека. Но вот, к сожалению, что к человеку должен прилагаться... Чтобы она всегда была в жизни, тогда ты добьешься многого. И даже, может быть, без высшего образования.